Здравствуйте! Это третий тур по берегам 4-й. Продолжение следует. ДИОРВА ТЕФТ ДИОРВА ТЕФТ это не ринге так армосты ахаха киева как киев Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И так, дорогие друзья, представляю вам боец справа от меня. Он представляет город Анджи, Узбекистан. Ему 18 лет, рост 175 сантиметров, вес 57 килограмм. Джастурбек Кобилджонов. А слева от меня боец, представляющий также Узбекистан из города Самарканд. Ему 20 лет, рост 158 сантиметров, 57 килограмм. Анил Джунов. Эргашев. Рефери в октагоне Владимир Балала. Бойцы на середину. Ожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой не бьем вообще. В затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтем в голову не работаем. Коленом в голову допускается бить только в стойке. Внимательно. Партере допускается работать в течение 30 секунд. Покажите красивый бой. По углам. Омад Волле. Это Львиная битва. Три. Итак, бессменный рефери всех поединков Львиной битвы. Владимир Балала дал последние указания бойцам. И сейчас мы увидим начало первого поединка. Жасурбек Кобелжонов против Оделжона Иргашева. Сразу же Жасурбек идет вперед. Пытается ему отвечать Оделжон. Нарывается на сильные удары. Он сильно ниже своего оппонента. Ему тяжело будет работать с дистанцией. Поэтому он так с наскоком работает. Размашистыми ударами. Заряжается постоянно. Но нарывается на мощный удар. Да, и бой остановлен. Жасурбек четко поймал своего оппонента в атаке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Садил мощный прямой. И это нокаут, дорогие друзья. Да, вот даже сейчас вынужден Владимир Балала призывать своего подопечного не вставать так резко, поскольку был сильный удар пропущен. Надо немножко прийти в себя сейчас Оделжону Иргашеву. Ну что ж, он яростно начал поединок. Жасурбек для своих 18 лет был очень тактически расчетлив. И сделал все как надо. Ну что, дорогие друзья. В этом скоротечном, очень интересном, так сказать, бескомпромиссном бою в победу одержал Кавил Джонов Джо Сурбек! Освеннистан! Поздравляем же с Рубехом Кадил Джонова с победой. Быстро, ярко, четко. Слушай, ну что, ты вышел на короткое уведомление. Тебе большое уважение, смотря, что твой соперник намного выше. Было очень интересно наблюдать. Я на самом деле думал, что ты пройдешь его в ноги, но ты пошел в рубку. Расскажи вообще, ну твои впечатления и вообще какой был план на бой? Ну, просто не понял. Ну, узбекистка, можно ли? Узбекистка, апреля? Ё, чумадан, да? Давай, узбай, Тома. Ха-ха-ха. Был болу турсинарцак замена гачхты. Бойдан соперник отказ к гаучун замена гачхтызгарахмат. Чисто характер курсатты. Шиерги в узке гэнез уже бір шер. Сыз шерсоз. Брико хозгапрухвай. Аммагия ауалым улассаламу алейкум. Рахмат. Чиро илчен голды. Аммагия кяттаган рахмат. Омагия зуберса. Ну что, большое уважение себе. Давай, петюлю. Молодец, красавчик. Сыз, намады боялись соперник есть? Намага отказ к хорды? Аммагия ауалым улассаламу алейкум ауалым бот. Звук моменты соперникальный процессил. Обителю неудов � complianceardi. Блаконь果 нету ιсклиatoчки, блаконькоolé. Мы нельзя. Выражение неудовало это где-то, Сыз, выражания неудовало. Вода vêла тренираты, Грехмат. БрінAST в года буют в том турец alguém. Прятуд transparen Picко околourcespperи, лес и балось бы хваным. Покаран, спасибо всем. У нас следующая пара весового категории до 61 килограмма. Из красного угла. Приглашается боя из Узбекистана. Встречайте! Кабилджонов! Ахмадджонов! Продолжается мильная битва. Третий отборочный этап. Кабилджон Ахмадджонов из Узбекистана, город Андижан. 21 год парню, 61 килограмм вес, 165 сантиметров рост. А из синего угла приглашается его соперник, также из Узбекистана. Встречайте! Мухаммад Хабилдон! Соперником Кабилджона станет Мухаммад Хамидов из Ферганы. Узбекистан, 24 года бойцу. 170 сантиметров рост. Оба дебютанты. Но, как мы знаем уже и по предыдущим турнирам Львиной битвы, и по сегодняшним боям, порой дебютанты закатывают такие поединки, которые профессионалам и не снились. Потому что парни понимают, они проделали огромный путь для того, чтобы добраться сюда, пройти кастинг и выйти в эту клетку. Ну а раз ты здесь уже вышел, то ты берешься на Львиной битве. Биться нужно с львиным сердцем. Показывать нужно все, на что ты способен. Все, к чему ты шел. Потому что ведь другого шанса такого. Возможно и не будет. С права от меня боец из красного угла. Он из города Анджижан, Узбекистан. Его возраст 21 год. Рост 165 сантиметров. Приветствуйте! Кабин Джонов Ахмад Джон! А слева от меня боец из синего угла. Он из города Фергана, Узбекистан. Возраст 24 года. Рост 170 сантиметров. Приветствуйте! Полкоман! Кабин Ахмад! Рефери в актагонии Владимир Ахмад. Боя, сына с резином. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, право не нарушаем. Головой не бьем. В затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями в голову не работаем. Коленями в голову работаем только в партере. Только в стойке. За сеткой перчатки шорта не хватает. 30 секунд, партере работаем. Покажите красивый бой. Давай, ну, мат. Клетка закрывается, шоу начинается. Итак, воно сейчас начинается бой между Кабилжоном Ахмаджоновым и Мухаммадом Хамидовым. Хороший ночный лодка Белжона. Ну, Мухаммад так повыше. Руки-ноги подлиннее. Возможно, что он будет стараться работать с дистанцией. И он старается именно центр октагона занимать. Размах был на хайкик явно, но на полпути передумал. Боится сверганы. Ну, Ахмаджонов спокойненько вокруг него кружит. Пытается на щелноке его раздергать, чтобы ворваться в клинч. Ему все-таки с руки будет с близкой дистанцией работать. Ну, хотя таким мощным лоу может он ноги своему оппоненту отсушить достаточно быстро. Если Мухаммад не будет никаких контрмер принимать. Вот застоялся Мухаммад после своей атаки. Чуть не получилось сейчас боковой сразу же от Кобелжона. Снова была зарядка на лоу-кик, но уже в этот раз Хамидов почувствовал, пытался уйти. И в клинч сейчас влетает Кобелжон. Вырывается, опять уходит на дистанцию. Хотел хайкик пробить Мухаммад. Ну, такие затяжные длинные атаки в первом раунде вряд ли должны проходить. Что видно, они издалека, они не замаскированы. К активности призывает Владимира Балала обоих. Была попытка фронткека, но влетел буквально в поджидающие руки Кобелжона Мухаммад. Тот его сразу же бросил красиво. Сейчас может занять доминирующее положение в партере, если руки вырвет. Хамидов это понимает. Пытается заедть своего оппонента. Не пустил сейчас в маунт. Очень здорово почувствовал прям тайминг. Поймал, но шею отдал. И сейчас может быть гильотина. Нет, выворачивается, выворачивается пока Хамидов. За спину пытается зайти Кобелжон. Очень здорово. Он меняет позицию. Очень динамично борется. Не дает буквально продохнуть своему оппоненту. Постоянно агрессию проявляет. И это уже демонстрирует его, характеризует, точнее простить его, как бойца с очень хорошей стороны. Потому что постоянный прессинг идет на всех фронтах. А соперник не знает, что от него ожидать. Мощный удар проводит Кобелжон в ответ на атаку своего оппонента. Пытался бросить, но немножко ошибся. Чуть не завалил на себя Мухаммада. Тут же снова попытка бросить через грудь. Теряет спину. Но заканчивается раунд. Такая немножко сумбурная сейчас была атака обоюдная. С двух сторон. Продолжение следует... Начнется у нас сейчас второй раунд. Поединки между Кобелжоном Ахмаджоновым и Хамидовым Мухаммадом. Пока что рисунок тот же. Мухаммад пытается длинными затяжными атаками насечь своего оппонента. Но достаточно осторожно он их проводит. Он не пытается развить успех, даже если он сейчас попал вроде своего оппонента. Но дальше не пошел. Но Кобелжон ждет. Как только провалит своего оппонента, сразу он перейдет в атаку. Пытался пробить лоу. Нарвался на удар. Начинается у нас борьба. Хороший бросок удается сейчас Ахмаджонову. Боковой контроль. Пытается руку сейчас зафиксировать своего оппонента. Провести болевой. Отключил сейчас одну руку. Но удается, удается Мухаммаду вырваться. И время партера у нас закончено. Бойцы переходят в стойку. Очень размашистые атаки у Мухаммада. Они видны издалека. Отличный бросок удается сейчас Кобелжону. Красиво. Через грудь бросил. Снова фиксирует своего оппонента сбоку. Мощный удар обрушивает на голову своего соперника. Есть шанс у него сейчас здесь закончить этот бой. Еще несколько таких ударов и будет нокаут. Мухаммад просто выживает. Удается ему продержаться 30 секунд. Я думаю, что Кобелжон уже почувствовал кровь. Почувствовал, что можно своего соперника прессинговать постоянно. Что победа в принципе близка. Но сейчас есть вопрос в том, что ошибаться-то нельзя. Хамидов заряжается на удар. Старается выцелить своего оппонента. Мощнейший удар навстречу болтанул сейчас Мухаммада. Дождался Кобелжон, когда опять в закидуху махнет свой Хамидов. И просто резко пробил в ответ. Пытается восстановиться Мухаммад. Идет в атаку. Молодец. Не сдается. Старается рубиться. Попадает снова на красивейший бросок. Кобелжон, конечно, демонстрирует просто мастер-класс этими бросками. И раунд закончен. Заканчивается он в атаке Ахмаджонова Кобелжона. Забирает он и второй раунд. Заканчивается он в атаке Ахмаджон. И так последний третий решающий раунд схватки Кобелжона Ахмаджонова и Мухаммада Хамидова. Пока что два раунда за бойцом у нас из красного угла. И снова он ждет, когда ошибется его соперник. Сделает свою затяжную такую долгоиграющую атаку. Вот как сейчас попытка хайкика. Но очень-очень медленно, очень долго. И подхватил ногу Ахмаджон. Он перевел оппонента в партер. Сейчас будет его просто разбивать. Тяжелые удары на голову обрушиваются Мухаммада. Отчаянно он пытается отбиться от своего оппонента. Еще несколько мощных ударов. Но можно, в принципе, бой бы уже остановить. Потому что все-таки Кобелжон явно доминирует. Может быть и урон здоровью серьезный нанесен. Мухаммад столько ударов в голову принял. Что лучше бы, наверное, мне кажется, бой бы остановить. Но не хочет он сдаваться. Молодец, конечно. С большим сердцем парень. Но все-таки класс. Видно, что немножко разный у бойцов в этой паре. Кобелжон более обученный. Более техничный. Более жесткий. Ну, что, собственно, сейчас он опять подтверждает. Подхватывает своего оппонента. Бросает его на канвас. Опять начинает его пробивать в голову. Тяжелыми ударами. Выходит в маунт. Ну, уже просто сейчас все шансы закончить этот бой. Все. Владимир Балала принимает абсолютно верное решение. Это технический нокаут. Бой закончен. Здоровье бойцов все-таки в первую очередь здесь должно быть. В главу угла поставлено. Как бы мы с вами не хотели зрелищных поединков увидеть нокауты и прочее, но все-таки люди отсюда должны уходить. В том числе и здоровыми. В этом кровавом, интересном, мощном бою. Победу одержал боец из красного угла. Кабилжон Ахмаджонов. Кабилжон Ахмаджонов побеждает. Хорошую технику показал. Жесткий бой очень был. Поздравляем его с победой. Кабилжон Ахмаджонов. Кабилжон Ахмаджонов. Кабилжон Ахмаджонов. Кабилжон Ахмаджонов. Кабилжон Ахмаджонов. Устам Рахмонов в каналах, мы заказали инфу из Чегирмаги Габуласлы. Хархал турдаги торт максулотларны бем мало хариткаличен из мунгкейн. Хаммайлар би омад, га, йоккум ништаха. Пошумели, сделали вызовы и двигаемся дальше. Следующая пара у нас весовой категории до 66 килограмм. В красный угол октагона приглашается Жавлонбек Хатоба! Хатамов Чавлонбек, Возбекистан, Фархана, 25,6 килограмм. Продолжаем наш турнир. Отборочный третий этап львиной битвы Жавлонбек Хатомов из Узбекистана, город Фергана, 25 лет. Весовая категория до 66 килограмм, 170 сантиметров роста. А в среднем угол октагона приглашается его соперник. Встречайте, Бехрус Джумат Хона! Бехрус Джумат Хона, Бехрус, Возбекистан, Фархана, 25,6 килограмм. Бехрус Джумат Хона, Бехрус, Возбекистан, Фархана, 25,6 килограмм. Бехрус Джумат Хона, Бехрус, Возбекистан, Фархана, 25,6 килограмм. Соперником Жавлонбека станет Бехрус Джумат Хона, также из Узбекистана, представляет он город Сурхандаря, 24 года ему, 168 сантиметров роста. Город, Возбекистан, Фархана, 25 лет. Суперник Город, Возбекистан, Фархан Хона, 25 депр. Итак, представляю вам бойцов данный парень. Пробой от меня бойцы с красного угла, он из города Bi'ерогана. Его возраст 25 лет, рост 170 кг. Приветствуйте бойцы из Узбекистана, Жавлонбек Хатома. Слева от меня боец из синего угла, он из города Сурхандаря, Узбекистан. Возраст 24 года, рост 168 см. Приветствуйте, Бехрус Джумат Хона. Реперим в октагоне Владимир Балар. Бойцы на середину, пожали руки. Внимательно слушаем меня, правила не рушаем. Головой не бьем, затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтями в голову не работаем, коленями в голову работаем только в стойке. За сеткой перчатки шорта не хватаем. Партере 30 секунд, покажите красивый бой. По углу. И сейчас у нас начнется поединок между Жавлонбеком Хатомовым и Бехрусом Джумат Хоновым. Судьи, время первого. Поединок начался, поприветствовали соперники друг друга. Ух, что у нас тут Жавлонбек сейчас пытался придумать. Но все пока улетело в воздух. Интересная техника у этого бойца, дорогие друзья. Скажу я вам, что-то из арсенала ушу и карате. Бехрус пока полагается на старый проверенный лоу-кик. Вот такая вот атака. Попытка Суперман Панча, переходящая в гильотину. Хатомова поджал на своего оппонента. Но тот воспользовался ситуацией. Сам залез в маунт. Осталось теперь только голову вырвать. Наносит нескольких жестких ударов корпус. Хатомов его мужественно удерживает. Все-таки удается, удается же Матфанову вырваться. Сейчас положение Жавлонбека может стать отчаянным, если он отпустит голову соперника. Но истекает время на борьбу в партере. Что ж, интересно, увидели мы еще вот эти бойцовские пируеты от Жавлонбека. Или это было только для начала? На всяком случае заявка была громкая. На что-то красивое и неожиданное. Попытка пробить мидл. Бехрус выжидает. Пока он не понимает, что ожидать от человека с такой нестандартной техникой. Но вот все-таки пошел он вперед. Нанес пару ударов. Сам нарвался в ответ. Был проход в ноги. Как-то очень легко. Запускает Жавлонбек себе его в маунт, конечно. После чего вынужден героически его ввязать и сдерживать. Причем, что очень хорошо у него идет бой в стойке. Какой бы смысл оказался ему бороться. Но вот сейчас попытается задушить столь хитрым приемом. И вот сейчас уже позиция меняется, но партер. Пытался Бехрус на северо-юг вылезти. Его перевернули. Идет в атаку. Уже в лаунбек наносит мощный удар. Тут же сразу же в борьбу кидает свой оппонент. Опять отдают шею. И закончен у нас раунд. Начнется у нас второй раунд. Ждем мы, что покажут оба бойца. Опять готовят какую-то атаку же в лаунбек. Такое ощущение, как будто он разбегается перед прыжком. Дергает, играет. Попытка опять мидл в печень пробить. Пытался атаковать Бехрус, но тут же нарвался на мощные удары. Желанбек в стойке явно предпочтительней. И поэтому Бехрус вынужден опять искать счастье в борьбе. Очень напоминаю сейчас сценарий. У нас первый раунд. Тейкдаун Бехруса заканчивается всегда тем, что он попадает на гильотину. Из которой потом залезает в маунт. Как-то это раз за разом. Прям как где-нибудь с рука повторяется. Странно, что выводы ни один, ни второй не сделали до сих пор. Попадает сильным ударом навстречу сейчас Желанбек. Опять вынужден искать спасение в борьбе от жматхонов. Опять у нас патовая ситуация. И Владимиру Балала нужно было вмешаться. Но вмешался, собственно. Вернул бойцов в стойку. Бехрус уже даже не пытается в стойке обмениваться с своим оппонентом. Понимает он, что может прилететь мощная плюха. Но сейчас, собственно, просвистело перед самым носом. Но при этом, по моему ощущениям, за счет тейкдауна Табихрус как раз сейчас и ведет потихонечку бой. На судейских записках. Пытается он в обмен ударами ввязаться с Хатомовым. Все удары проходят по воздуху. Тейкдаун уже не так эффективен, казалось бы. Но... Тут сейчас Хатомову удается себе на пользу эту ситуацию обернуть. Он сейчас пытается отключить одну руку своего оппонента. Чтобы обрушить град ударов в беззащитную голову своего соперника. Но закончен у нас второй раунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видимо, они очень искушенные именно в ММА. Каждый пришел из своего вида спорта, как мне кажется. Такая схватка борца и ударника. Как на заре смешанных единоборств. В любом случае, честь и хвала обоим парням, что они в эту клетку вышли. Не у многих хватит духа-то в нее выйти. И биться. А вот они сейчас здесь. Каждый из них хочет победить. Это очень хороший, легкий, в то время жесткий вот этот мидл. Он редко странно пользуется. Все, попадает еще раз навстречу. Думал, что все, нокаут. Нет, Бихрус устоял. Пытался пройти в ноги. Но закончился тем, что он в ММА просто запустил своего оппонента. И сейчас он оторвется. Он бой закончится, я думаю, уже просто добьет сейчас Бихруса. И именно поэтому Джуматхонов вынужден его вязать. А Томов его разбивает. И сейчас есть все шансы на технический нокаут. Но опять время боя в стойке и стекло. Поднимаются оба, конечно, устали. Это третий раунд решающий. Сил уже не так много. Жиланбек мне тоже, кажется, подвымахался за эти два раунда. Бихрус пытается атаковать, но уже ни сил, ни резкости нету. Нарваться на удар-то очень легко в такой ситуации. И Хатомов прямо ждет, когда же с очередного замаха к нему полетит оппонент. По-хорошему Хатомову, конечно, надо бы почаще пользоваться этим ударом. Его Бихрус не может уже не подхватить, ничего. А медл в печень может завершить бой здесь сейчас. Тем более, что у него он очень быстрый. Прямо как будто джеб бьет. Ну вот, из последних сил сейчас Бихрус бросается в клинч. Попытается провести тейкдаун. Но как бы Хатомов, да, не обернул себе это на пользу. Зацепил ногу и свалил своего оппонента. Сейчас прижимает его к сетке. Последние секунды у нас третьего раунда идут в атаке. Хатомов наносит несколько тяжелых ударов. Но удается Бихрусу его сбросить. И сейчас для него последняя атака, последний шанс что-то сделать. Накрывает он противника. Хотел в маунт пролезть, но не получилось. Халгар закрыл сразу Хатомов. Да, видимо, как страшно устали оба оппонента. Продержаться им осталось всего чуть-чуть. И, наверное, услышать уже судейский вердикт. Да, это уже просто бой такой на морально-волевых. Ну, концовочку можно вырвать. Тут, говорю, пока что там вопросы судейским запискам. Все, бой завершен. Не веруюсь, как ты его точно выиграл. Подождем. Какой вердикт вынесут наши строгие, но справедливые судьи? Парни с желанием, с определенным арсеналом, но немножко еще оба сыроваты. И если будут тренироваться, у них все еще, я вам скажу, впереди. Бойцы поднимаемся. Сила воли есть, бойцовские качества есть, техника есть. То есть можно и нужно продолжать, безусловно. А мы узнаем сейчас победителя. Победу одерживает боец из красного угла, Жавланбек Хатумова. Ну что ж, поздравляем Жавланбека Хатумова с победой. Трудный, напряженный, непростой бой. И тяжелая трудовая победа. Бехрус, я смотрю, что ты не очень доволен судейским решением. Но даю все-таки тебе слово. Так сказать, поделиться твоими впечатлениями, эмоциями. Ну и передать привет. Всем, саламу алейкум. Братья, все, кто меня проведет. Братья, спасибо всем. И еще, лати, следующий бой. Бегурум, всем спасибо. Аскар, брат, спасибо всем. Бой Хакады, соперники Хакады, киоузга, аппетит. Асаламу алейкум, хаммаге. Их годы, я не знаю, что это. И гордость Carbon, я не знаю. Асаламу алейкум. Прикосор Я уже верил, что я не верил с Русской, и мне не знаю, что я характерно. В этом году я подумал, что мне кажется, я могу повнимать. Их это не так, что меня кулаком, и я смогла избавить руками. Их это не так, что я можете сделать руками. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И в красный угол октагона я приглашаю бойца из Кыргызстана Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем салам алейкум Снова у нас международный бой сейчас на львиной битве Али Махкамов из Кыргызстана, город Ош, 24 года ему Весовой категории 70 килограмм уже 170 сантиметров Ну, как вы видите, что таланты проезжают из разных стран сюда на львиную битву Рустаму Рахманову на проект для того, чтобы показать себя Большой-большой шанс для них Если ему удастся проявить себя на отборах Показать не только победу, а покатить еще яркие, красивые бои, шоу Запомниться зрителям, организаторам То ждет их дальше что? Ждет их гран-при Бои на выбывание И кто-то из них станет чемпионом Завоюет первый уникальный пояс 3D пояс чемпиона львиной битвы Соперником Али Махкамова станет Якубов Эзазбек Представляющий Таджикистан, город Худжанд Всего 19 лет, ему 181 сантиметров роста Ну и провел он уже несколько боев по смешным единоборствам Две победы, одно поражение Очень габаритный участник Для, вы знаете, 70 килограмм легкого веса Это любопытно То есть, видимо, что гоняет он прям много Будет иметь некое преимущество В росте над своим оппонентом Итак, представляю вам бойцов данной пары Справа от меня боец из города Ош, Кыргызстан Его возраст 24 года Рост 170 килограмм Приветствуйте Али Махамова Слева от меня боец из синего угла Он из города Худжанд Республика Таджикистан Возраст 19 лет Рост 180 сантиметров Любительская карьера Две победы, одно поражение Встречайте боец из Таджикистана Из Узбек Якубов Репери в октагоне Владимир Павлов Судьи, обратите внимание Якубов из Узбек Синий угол И сделал весть Желтой гашечкой Ну вот теперь Небольшой секрет Превосходство в габаритах Становится понятен Ну и ожидаемый красивый бой Али Махкамов Кыргызстан Против Якубова Из Узбека Из Таджикистана Начинается он с первый раунд Али сразу же Без разведки Бросается вперед Натыкается на Тайкдаун Переводит его из Узбек В партер Отдает шею Но он находится сбоку В принципе вырваться-то можно Но взял прям хорошо Сейчас его Али Вырывается Якубов Теперь он сверху Махкамов старается Не пустить его в маунт Поддержать эти 30 секунд Которые отпущены у нас на партер Все Владимир Балала вмешивается Поднимает бойцов в стойку Ну и как заряжен Заряжен Якубов Али проходил с ударами Но сам нарвался на мощную встречу Еще один удар его потрясает И еще Потекла кровь Зазбеку Похоже в ударной технике Как рыба В воде себя чувствует Мощнейший удар Такой в ухо бы наносит С размаху Ух как заряжен Заряжен Зазбек Чует он кровь своего оппонента Ну а Махкамова Срочно отправляют К врачу Рассечение Зазбеку В это время В своем углу Как лев От стороны в сторону Бродит В ожидании продолжения Несколько увесистых ударов Справа сбоку Пропустил Али И если сейчас Сечка не закроется То как бой будет остановлен Сечка не закроется 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 Все Поединок завершен у нас Технический нокаут Зазбек Якубов Одерживает победу Итак, в этом бою, в связи с невозможностью, продолжим бой бойцой из красного угла. Победа присуждается бойцой из синего угла, Эзузбек Якубов, Таджикистан. Эзузбек. Слушай, я на самом деле почему-то думал, что ты выиграешь так аутом, но, можно сказать, так и получилось. Это был мой такой прогноз. Расскажи вообще твой план на бой, как вообще планировал бой провести и что планируешь делать дальше? Всем салам алейкум! Что вы мне поддерживаете, всем спасибо огромное. Мой тренер, мой брат, всем от души спасибо. Кто мне поддерживает, еще раз спасибо, братья! Еще увидимся, мы Москве ждем. Это весовой категория очищаем. Мне хороший соперник дает. Получишь хороший соперник. Серьезное заявление. Будем наблюдать дальше. Салам алейкум! Точно? Точно? Много? 73? Как хочешь. Давай стердам и сразу. Санктывай! Ну вот этот бой будет очень жаркий, дорогие друзья, если он все-таки состоится. Это крайне любопытно. Вот такие бойцы нам нужны. Ребята, берите пример, нужно газовать. Это привлекает больше внимания. Докат-докат, Санкт-Петербург шахрадаги юртокшиларимыз учен. Энн ищенчли авиакасы, Рахмонов авиакасасы. Манзыл, Санкт-Петербург шахрадаги метро проспект просвещения юнудаги торговый центр, норд, 2-й этаж. Санкт-Петербург шахрадаги юртокшиларимы. Двигаемся дальше. У нас тяжелый вес, тяжелая артиллерия. А это что значит? Танки. Танки идут, нокауты ждут. Ну что, в красные уголы оксагона приглашается босс, представляющий Узбекистан. Встречайте, Шахзот Толадан. Хазал бурчакта Толанов Шахзот. Узбекистан Фарвона 23,90 килограмм. Ассаламу алейкум, Кадир ли ватан, дожилар. Мен Шахзот Толадан. Хазал бурчакта. Узбекистан Фарвона. Россия, 2019-й илде, işташ максатты, генбе, хозыршка, строке де, ещлеме. Су, ширлер, кангена Рустан Рахманов канала, бэк, руб, бауэнги, узунда, хазыкщик бот. Другие друзья, я привыкла на свой плюс и царапи. Другим день я иду. Устром Рахмануф очень рад. Устром Рахмануф очень рад. И я рад себя чувствовать в этом году. Если broad, так и то, что я радусь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Двадцать три года, девяносто килограммов вес, сто семьдесят пять сантиметров роста Двадцать три года, девяносто килограммов вес, сто семьдесят пять сантиметров роста Музыка АСЕ 1963 Чудесно гала Д Morocco Суптитры делал DimaTorzok АСЕ40 Асрор Махамадеев станет соперником. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь, конечно, каждый удар несет огромнейшую опасность Добавил DimaTorzok 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 Начинается второй раунд Второй раунд Бой! Уже нет той ярости, как в первом раунде Подустали быстро соперники Видимо, была задача завершиться на первых минутах Но план ни одного него второго не удался Теперь нужен план B Идет в борьбу Осрор Отдает шею Шарзот его поджал Объясняет Владимир Валаш, что еще один раз и будет желтая карточка А это сразу минус раунд Бой! Бой! Это именно Очень interfere Добавил DimaTorzok Да, конечно, как-то быстро очень силы покинули оба бойцов мне уже не понятно чем все кончится еще с прыжка с коленом пытался пробить опять подхватил шею потащил на себя оппонента пытается его задушить фиксации корпуса нет чисто на силу пытался сейчас выдавить удушающий на результате потерял захват сейчас сбоку зажимает его мухаммадеев с ударом коленом корпус выбивает кислород которого и так не хватает явно выносливость это явно сейчас не добавит вот это то что сейчас пробили колено по ребрам несколько раз сразу делал все тактически грамотно попытка уширу на пробить завел он этим асрора тут резко атаковал забирает спину начинает наносить ударов голову в принципе это пассивная защита сейчас да надо было скручиваться логично в бой был просто остановлен жёсткий удар и махмадеева достигают цели снова стойка мой продолжается поединок шагов начинает медленно медленно краса своему оппоненту вы выйти хотя бы на ударную дистанцию оба устали второй раунд нас ждет еще и третий вопрос кто сможет лучше восстановиться сейчас использует перерыв ну либо это сейчас случится в самом начале либо бой пройдет всю дистанцию бойцы готовы третий раунд бой приветствуют бойцы друг друга так шахзот туланов против махмадеева асрора львиная битва третий отборочный этап и третий раунд решающий в этом бою асрора легко уклонился сделал тейкдаун наклыл противника снова поднимает стойку бой бойцов владимир балаула может быть сказывается что времени на подготовку особо не было у этих парней потому что выдохли синие очень быстро 90 если не было никакого запаса все поставили на первый раунд выложились и все привет второй третий сил уже не хватает хотя хороший сейчас удар удается асрору идет вперед должна ходить в силу шансов переключать клинч хорошая подсечка снова асрор фиксирует своего оппонента жесткого контролирует в партере маунт вылазит сейчас если разорвет захват ему что все добьют шахзаду надо конечно держаться у вас ровно даже сил казалось бы нет но пошла добивающая серия вот и запасался на нее махамадеев бой так как он пытался сейчас ванов атаковать противника Зажимает у сетки Чуть не попадается опять на подсечку Будет ли бросок? Да, есть бросок, это бросок от Туланова Но не сумел зафиксировать оппонента И отдал сейчас концовку раунда Махамадиеву Пытается руку сейчас на сроке отключить своего оппонента Чтобы пробел беззащитную голову Снова истекает время партера Все, завершен поединок Думаю, что завершен в пользу Махамадиева Асвора Субтитры сделал DimaTorzok В этом тяжелом бою По истечению трех раундов Победу одерживает Бояц из синего угла Асор Махамадиев Узбекистан, город Термес Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всех приветствую Я очень рад, что оказался здесь Во-первых, вам, оператору Аляка, вам, Абдуллака Вам тоже спасибо, что приняли меня Спасибо, Нажминака Спасибо, Беку, что помог мне Марату Спасибо, кто поддерживал меня Моя семья тоже поддерживает Дома Бойцы, львиная битва Мы теперь все семья Мы здесь будем расти И будем зрелищные бои показать Удачи всем Осталось завершающий бой Последний Супертяж Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok